18 декабря 1976 года в аэропорту Цюриха приземлился необычный советский самолет. Это был, говорят, личный борт генерального секретаря Брежнева. По трапу спустился худой, коротко стриженный мужчина. На нем было пальто с чужого плеча. В руках он сжимал чехол от тюремного трасса, в котором лежали его зэковские пожитки. Это был один из самых известных советских диссидентов. Это мой близкий друг Владимир Буковский. После 12 лет тюрем и психушек его выдернули из Владимирской тюрьмы и в наручниках привезли в Цюрих. Обменивать на генерального секретаря чилийской коммунистической партии Луиса Карвалана. Кто постарше помнит эту частушку. Обменяли хулигана на Луиса Карвалана, где бы найти такую стать, чтобы на Брежнева сменять. Это многие помнят. Четыре дня назад Владимир Константинович ушел из жизни. Но его хулиганский характер всегда останется со мной. В официальной газете «Правда» органе КПСС, а у него миллионные тиражи, вы понимаете, весь Советский Союз знал, что Буковский, это там было и так сказано, а злостный хулиган, занимающийся антисоветской деятельностью. Вот Владимир Буковский смог пройти через все это. Он сидел четыре раза, он прошел через две психбольницы. Его лечили от того, что тогда называлось велотекущей шизофренией. И как ее лечить, знали только очень несколько, то есть очень мало советских психиатров, которые реально работали на карательную систему. Первым, в 1962 году, он сидел в Ленинградской психбольнице, где он познакомился с Петро Григоренко. Это украинец, это генерал, это герой войны Великой Отечественной, который, в принципе, выступил против карательной психиатрии из-за права крымских татар. Из-за этого его посадили в психбольницу. А потом Буковский оказался на зоне вместе с другим украинцем, слава богу, живым, Семеном Глузманом. И там они вместе написали работу, которая называется «Пособие по психиатрии для инакомыслящих». Интересно, что Буковского лишили российского гражданства окончательно в 2014 году, когда началась война против Украины. Уже после обмена на Западе Буковский стал активно выступать против вторжения советских войск в Афганистан и против проведения Олимпиады тогда Московской в 1980-м. Я как раз в то время в Италии, мы делали фальшивую газету «Правда», которую потом вместе с диссидентами распространяли в Москве. И Владимир Буковский нам помогал в это время и поддержал товарищескими советами. В 1984 году я задумал напечатать фальшивую красную звезду, в которой я призывал советские войска все же покинуть Афганистан, потому что нечего воевать с мирным населением. Это была фальшивая красная звезда, и я ее распространял в центре оккупированного Кабула. То есть я ее клеил на стены, и Владимир Буковский был моим вдохновителем. Единственное, что он мне сказал, что, говорит, если ты попадешь в лапы КГБ, никогда не сдавайся живым. Я его спросил, как это сделать, потому что я вот не знал. Вы скажете, почему я о КГБ, о той эпохе и так далее. Вот представьте себе, если Владимир Зеленский сыграл бы главную роль в таком сериале, как «Слуга народа» в советские времена, по советскому сценарию, он бы точно сидел в психбольнице, и его бы лечили от вилотекущей шизофонии. А сейчас он президент Украины. И еще я хочу сказать, что такие люди, как Буковский, вот такие диссиденты, они очень нужны, такие хулиганы, кстати, нужны в Донецке и Луганске, потому что без них, без вот таких людей, которые будут любить свободу, как Иван, вы сказали, цитируя Айденаура, территория, то есть свобода важнее территории. Свобода не меняется на территории. Вот такие люди, вот как Буковский, они очень нужны. И я очень рад приветствовать нашей студии Семена Глузмана. И не только потому, что мы хотим говорить о Буковском, я хочу говорить о вашем поколении, потому что о вашем поколении никто не говорит, то есть говорит, но очень мало, а вы заслужите очень многого. Спасибо. Но наше поколение состояло в основном не из диссидентов, а из обычных советских людей. И даже из офицеров КГБ, представляете, тоже наше поколение. Кстати, двое офицеров КГБ сидели с нами на 35-й зоне. Потому что у них... Ну, один из них, получив работу в 5-м управлении, понял, что он не может там работать, и решил искать возможность передать ту правду, которую ЦРУ знала, и ФБР знала, что такое советское КГБ. Ну, и получил 15 лет. И он вынес наше произведение с Вовой Буковским написанное, «Пособие для инакомыслящих в психиатрии». Он отсидел 15 лет и вынес огромное количество информации в себе. Я не буду рассказывать, как это делается. Вот. Поэтому наше поколение – это очень разные люди, так же, как... Я, например, себя считаю сегодняшним поколением здесь. А Володя Буковский? Буковский – это легенда. Для меня разница была ведь небольшая. Он на два года только старше меня. Но когда я еще был на свободе, и голоса, и самиздат, и разговоры, это был человек легендарный, и о нем тогда знали гораздо больше, чем об Андрея Дмитриевича Сахарова. Он был очень активный. Вероятно, как всякий человек, он испытывал страх, но он умел его прятать. И, например, он мне рассказал... Может быть, вы знаете Дэвида Саттера? Конечно. Да. Он рассказывал, как они что-то выносили с журналистом английским, по-моему, или американским, я уже не помню. Да, он тогда был корреспондентом в Москве, правильно? Да, да. И на них набросились неизвестные хулиганы, и Вова услышал сзади разговор такой придушенный. Иван Иванович, заходите сбоку. Неизвестные хулиганы. Четыре судимости, вы правильно все сказали. И когда к нам в зону Пермскую, это первого Лебуковского, сразу же стало ясно, насколько офицеры КГБ его боятся. Они его боялись. Они, конечно, этого не показывали. И через достаточно короткое время они его убрали из зоны, опять туда же, в Владимирскую тюрьму, где он тоже неукротим был. И в конце концов действительно произошло чудо. Его поменяли на Карвалана. Вся советская пресса с гневом это отрицала. Ну, мы читали только газету «Правда», подобные газеты. Это было «Правда» на разных языках. На эстонском, на украинском. И я помню, где-то через день-два мы уже осознавали, что Володя Буковский там, с той стороны. И наши офицеры уже тоже это понимали. Их же тоже обманывали. И я очень хорошо помню, как один из наших, Жора Гладко, такой ростовский хулиган, он сидел не за хулиганством, конечно, сидел по приличной статье, подошел к, при всех, при нас, к офицеру Чайке, и сказал, ну что, гражданин начальник, помните, как вы Буковского в штрафной изолятор сажали? На что Чайка сказал, нет-нет, это не я. Это был он. Они испугались. Ну, этот страх быстро прошел с ними, провели, видно, советские КГБисты лекции. Все продолжалось, мы продолжали сидеть, а Вова боролся за нас. Ну, и я пропустил очень важный для меня эпизод. Я еще был свежий зэк, я еще не знал многое. От меня еще утаивали источники получения и отправки информации. Все-таки это были серьезные зоны, это не уголовная зона. Однажды Вова подошел ко мне и сказал, слушай, ты бывший психиатр, а я бывший сумасшедший, он же сидел в психиатрической больнице. Ты же знаешь, что такой-то, такой-то написал, два таких пособия было, пособие, юридическое пособие, как вести себя при задержании КГБ. Ну, я говорю, да, я слышал об этом. Ну, вот давай здесь напишем пособие для инакомыслящих по психиатрии. Мы же психиатрию с двух сторон знаем. Я, конечно, не посмел задать ему вопрос, но написать еще как-то да, как передать, но я не спросил ему. Написали, передали. И я помню ощущение гордости года через три-четыре. Меня каждый год возили на профилактику в Пермское КГБ. И я помню, как, притоптывая хромой ногой, полковник КГБ орал, где обыск не делаем, везде Буковского и Глузмана находим. Это была высшая награда. Вова отличался от нас. Ну, кто мы были в основном? Это были обычные советские интеллигентные люди разных национальностей, из разных концов Великой Империи. Там нас познакомили. Это была страшная ошибка аппарата советского, потому что не следовало им это делать. Во времена распада империи это очень нам помогало, а не им. Потому что мы знали друг друга уже в разных республиках бывших советских. И когда возникла эта ситуация, мы вынуждены были, но мы же не добровольно пошли в тюрьму. Нас посадили. Но никто из нас не был по-настоящему манти-советчиком. Мы говорили вслух, мы говорили вслух, ну, как модель, я могу сказать, это сказка о голом короле, когда все понимают, что король голый, но мальчик, который стоит, говорит то, что остальные боятся, говорит вслух. Но король-то голый. Каждый из нас, и Дзюба, и... Все мы были вот этими мальчиками. Буковский не был таким мальчиком уже. Это был зрелый, серьезный лидер. И я думаю, что... Трагедия России в том, что потом он оказался ей не нужен. Он очень переживал это. И я думаю, что вы можете это рассказать больше. Потому что в тот период я его уже не знал, а вы знали. Спасибо, Семен Глужман. И... До свидания. До следующей пятницы.